Добро пожаловать в «Мамину школу»! И я, Наталья Львова, приветствую вас! Сегодня в выпуске. Опасная болезнь – сколиоз. Передается ли она по наследству и возможно ли её полное излечение? Приносит ли массаж облегчение при сколиозе и какие упражнения помогут избавиться от болей в спине? Удивительно, есть такие болезни, на которые мы не обращаем должного внимания. Вот, например, мне в детстве на плановых медицинских осмотрах в школе врачи ставили такой диагноз – сколиоз. Но говорили они это с таким спокойствием и равнодушием, что ничего страшного я не видела. Думала, что просто нужно не сутулиться, и всё пройдёт. Но не прошло. Мало того, оказывается, именно сколиоз послужил причиной очень частых головных болей, например. Да что там главная боль? Сколиоз – это болезнь всего организма. И оказывается, что мы сами можем спровоцировать это заболевание у наших детей в самом раннем возрасте. Что же мы должны знать о сколиозе и как помочь своим детям сохранить здоровье и красивую осанку? В этих вопросах нам поможет разобраться сегодня врач-хирург-ортопед-травматолог Мария Анатольевна Юдицкая. Здравствуйте, Мария Анатольевна. Здравствуйте, Наталья. Скажите, пожалуйста, что такое сколиоз? Сколиоз и нарушение осанки – это одно и то же всё-таки или нет? Это разное. Сколиоз – это боковое искривление позвоночника. Довольно грозное заболевание. Нарушение осанкой принято считать привычную позу человека, которую он непринуждённо начинает принимать при стоянии, при сидении. Это называется осанка человека. То есть практически рефлекторная его поза. А сколиоз – это уже искривление позвоночника? А сколиоз – это уже когда задействованы кости. То есть практически можно различить. Нарушение осанки – это функциональное какое-то изменение позвоночника, а сколиоз – это уже как бы анатомическое такое. Ну так нарушение осанки приводит к сколиозу или нет? Нарушение осанки – это как бы может и всю жизнь человек с этой осанкой проходить и не быть сколиоза. А может и вот эта неправильная осанка, неправильное положение при каких-то сидении, при какой-то работе, при определённых каких-то факторах может потом перейти в сколиоз? Я читала, что родители сами могут спровоцировать развитие сколиоза у ребёнка буквально с первых дней жизни младенца. Это правда? И как они могут это спровоцировать? Когда ребёночек начинает принимать сидячее положение, а потом мамам, естественно, хочется, чтобы он быстрее пошёл. И поэтому начинают применять ходунки, какие-то приспособления качели, какие-то прыгунки. И если у ребёнка слабые мышцы, то, конечно, это может спровоцировать какие-то изменения в положении тела в дальнейшем. То есть всё-таки нужно быть осторожным? Конечно, несомненно. Это именно потому, чтобы не развился сколиоз, мы младенцу не подкладываем подушку, например, да? Да, конечно. Это всё на профилактику сколиоза направлено? Да, конечно, это всё. То есть говорят, что гладите ребёнка на жёсткую кроватку, да, жёсткий матрасик должен быть у ребёнка. Не должно быть мягкой подушки, конечно, несомненно, потому что сколиоз может развиться не так, как вот многие думают, что только в грудном отделе, но сколиоз может развиться и в шейном отделе. И в поясничном, если ребёночек рано сел или посадили его в подушке, и он начал сидеть ещё не готовый сам к этому, то вполне возможно начать у ребёнка какой-то патологический процесс. Также сколиоз может быть как самостоятельным заболеванием, так и симптомом какого-то ещё заболевания. Так что с позвоночником надо быть очень аккуратным, и это же столб, это же как ствол у дерева, то есть всё должен, как вот деревья растут прямые, красивые, да, мы смотрим, и, конечно, мы радуемся, что видим красивые деревья. Но я всегда говорю, что если даже мы видим склонённую какую-то берёзку или какое-то дерево там со сломанными там ветками, всё равно оно живёт и дальше, но мы его полечили, мы его поддержали там как-то, поэтому так же, как и позвоночник наш. Ну, прежде чем расспросить вас о том, как мы можем помочь своим детям, избежать сколиоза или вылечить, хотя он, по-моему, не вылечивается до конца. До конца он не вылечивается, сколиоз, конечно, то есть... Ну, облегчить жизнь по максимуму своему ребёнку. Я хотела спросить, почему сколиоз называют болезнью всего организма? Он влияет в дальнейшем вообще на все внутренние органы? Сколиоз, ведь так как идёт искривление позвоночника, естественно, идёт издавление внутренних органов. И бывает так, что бывает сколиоз вот в разных отделах, и получается, что не только внутренние органы, но и нервы задействованы. И, естественно, конечно, и эмоциональное, и физическое здоровье человека начинает ухудшаться. И опять-таки, вплоть до даже вот глазных болезней, опять-таки, тоже связано со сколиозом, с искривлением позвоночника. Поэтому надо обязательно за ребёнком смотреть. И я всегда призываю родителей, раздейте своего ребёночка, посмотрите на него, когда он раздетый, стоит в трусиках. Потому что мамам иногда некогда, они всё время на работе, им некогда, они видят только, когда он уже одет, ребёнок бежит в школу, или когда он уже сложится спать. Родители могут заметить, что ребёнок стоит как-то приподняв одно плечо. Или могут заметить, что у ребёнка как-то он как бы ходит как бы одним боком, как мама говорит, что-то он ходит как-то у меня непонятно. Или когда сидит ребёнок за столом, весь вот скрючившись, как мама некоторые говорит, вот он весь весь скрутился. Или часто сидят одну ногу под себя, подкладывая. Вот это тоже является одним из таких косвенных признаков того, что надо смотреть позвоночник. Надо смотреть специалисту. Ну да, лучше отвезти к специалисту, потому что я сейчас задумалась, в начале нашего разговора мы сказали, что это может быть неправильной осанкой. Вроде бы как можно на это списать. Но нет, всё-таки лучше пойти, проверить. Да, но, конечно, если ребёнок приходит из школы и тоже начинает жаловаться. Мама, я устал, у меня болит спина, или я не могу долго сидеть. Сегодня существуют разные массажные аппликаторы, да, такие. То есть вот детям можно пользоваться такими? Вообще это спорный вопрос. Я, как врач активного образа жизни, который люблю спорт и физкультуру, я всегда призываю родителей, мамочек и папочек вместе с детьми начать заниматься физкультурой. Хотя бы раз в неделю уходить в бассейн. Можно хотя бы вечером или там днём, когда есть возможность, потянуть свой позвоночник, сделать несколько упражнений. Не нужно делать там полтора-два часа заниматься и составлять какие-то такие вот тяжёлые задания для ребёнка и для себя. Нет, это надо тоже можно сделать как игровым таким уроком. Вот. И просто надо ребёнку сказать, что это, дружок, нужно для тебя. Для тебя, чтобы хорошо работали мозги, чтобы расправилась грудная клетка, чтобы лёгкие хорошо дышали. Надо хорошо дышать для этого. Давай мы сделаем с тобой несколько упражнений. Хорошо вдохнуть, выдохнуть, встать к стеночке, растянуть свой позвоночник. Или лечь по возможности дома на пол после уроков, когда пришёл, и как рыбка поболтыхаться на полу, да? Вот. Такие элементарные упражнения, тем более, есть, если мяч у кого-то гимнастический, можно на мяче. А у некоторых сейчас есть дома... Да, у некоторых есть дома спортивные уголки, там есть шведские стенки, там есть турники, кольца. То есть можно немного, недолго повисеть, немножечко растянуть позвоночник, чуть-чуть буквально, потому что много этого, конечно, нельзя делать. Вот мы сейчас как раз в сюжете и посмотрим, какие простые упражнения нужно выполнять дома с ребёнком, чтобы помочь ему справиться со сколиозом. Вы играли когда-нибудь со своим ребёнком в паровозе к каталке, держа его за ноги и бегая с ним по комнатам? Оказывается, вы выполняли с ним очень полезное упражнение для мышц спины и рук. Так вот, как заставить ребёнка выполнять упражнения. Нужно с ним играть. Мы с вами находимся сейчас в спортивном зале. И хочется показать и научить вас нескольким упражнениям, которые дети и взрослые могут выполнить не только в спортивном зале, но и в домашних условиях. И в принципе, в любое время, и на работе, и на воздухе, то есть тогда, когда вам будет удобно. Мы с вами немножко подышим через стороны, поднимаем руки вверх, смотрим на ручки, застыли, застыли и опустили через стороны. В этом упражнении очень важно хорошо потянуться. Теперь, для того, чтобы немного разогреться, походим на месте. И вот мы начинаем упражнения, которые очень помогают при сколиозе и просто при уставшей спине. Ходим! Ходим! Вас снимаем! Нам нужна палка. Можно купить вот такую гимнастическую палку, но она очень легкая, гнется. Лучше найти палку потяжелее. Итак, мы сейчас видим первое упражнение. Поднимаем палку над головой, опускаем вниз за спину и перед собой. Это упражнение дает очень хорошую растяжку позвоночнику, и это чувствуется сразу. Если у вас дома палочка деревянная, более плотная, вы можете ее завести за спину, руками захватить ее концы и так ходить по дому какое-то время. Очень хорошо распрямляет позвоночник. А это мое любимое упражнение – коромысло. Я очень часто делаю его дома. Мы нашли в спортзале палки потяжелее. Посмотрите, какие они прямые, и сразу видно, как выпрямляются и спины у ребят. Вот потому-то, чтобы не сорвать спины тяжелыми ведрами, когда-то люди придумали коромысло. Ох, и умны были наши предки! Второе упражнение – пружинки. Берем палочку за самый край, ставим от себя на один шаг. Локти не сгибаем, локти не сгибаем, голову вместе опускаем со спиной. Застыли, посмотрели на свои ножки, на свои носочки. Встали, вдохнули. Следующее упражнение делаем на полу, но лучше представить себя на воде, так как оно называется лодочка. Двумя руками на уровне плеч взялись за палочку и поднимаем одновременно ножки и ручки. Подняли ручки и ножки. Дышим. Хорошо. Ручки не сгибаем. Выше разогнули позвонок. Вот, молодцы! Вот это, молодцы! Хорошо! Сейчас мы попеременно поднимаем правую руку и левую ногу, а потом левую руку и правую ногу. Подняли правую ручку. Хорошо! Хорошо! Правую ручку подняли. Правую... Вот она у нас, правая ручка. Правильно! Левая ножка. Молодцы! Мы все еще на воде, но только теперь мы превращаемся в рыбок. Видели в аквариуме, да, как они хвостиком или... Вот, правильно! Лев, да? Видел? Вот. Значит, ваша задача сейчас лечь, так, голову убрать в ручки, ручками как бы зажать голову, да, как будто... И сейчас как будто рыбки поплыли. Рыбки быстрые, юркие, трудно их поймать, поэтому-то и злится кошка. Как вы догадались, следующее упражнение так и называется. Кошка сердится. Точнее, у нас коты сердятся. И как они при этом выгибают свои спины. Как вытягивается их позвоночник. Но стоит погладить котов по шерстке, и спинка опускается. Это известное упражнение, которое даже боль в спине снимает. Следующее упражнение. Вешалка. Вешаем на палочку ножки посушить. Легли ровно, палку держим перед собой и закидываем за нее ноги. Покачались и перекинули ножки обратно. Не обязательно делать все эти упражнения друг за другом. Можно просто попросить ребенка хотя бы раз в день сделать кошку или рыбку или лодочку. Мы знаем, что на носочках, когда мы встаем, у нас тоже работают мышцы. Мышцы ягодиц, мышцы спины и мышцы стопы. Поэтому встали на носочки, опустились потихонечку. Теперь на носочках пройдитесь, пожалуйста, по коврику кружочкам или вокруг коврика. Раз, два. Раз, два. Да, вот такое упражнение, хорошее упражнение. Тоже попу держим ровно, спинку держим ровно. Не спешим. А потом, как медведи на наружных сводах стопы, походите по палке, покатайте ей тесто, походите снова, как акробаты. А если с книжкой на голове? Кстати, если у вас есть гимнастический мяч, просто полежите на нем, растянитесь хорошенько. Это тоже очень полезно для спины. Кстати, все эти упражнения хороши и для взрослых спин, которые устают не меньше детских. Поэтому занимайтесь вместе с ребенком. Мария Анатольевна, мы говорили сейчас о физкультуре. То есть упражнения такие безобидные, как бы вообще укрепляющие. Но есть спорт. Детей сейчас рано отдают спорт. Да, да, да. Спорт, спорт. Вроде бы это хорошо, но я знаю, что со сколиозом не любой спорт подойдет. Да, правый вид, Наташа, да. Есть какие-то виды спорта, куда оно не стоит. Но если не брать, конечно, что это мечта, и запретить мы не можем. Но если есть выбор. Ну, есть, есть выбор. Есть выбор. И, конечно, со сколиозом я бы не советовала заниматься акробатикой, спортивным рок-н-роллом, то есть прыжкам на батуте. То есть те виды спорта, которые связаны с прыжками. Почему? Потому что при прыжках позвонки начинают, так сказать, смещаться в сторону друг к дружке, и диски совсем начинают уменьшаться. И если у ребенка уже есть дефект, то может это закончиться плачевно. А вот плавание, стрельба из лука, скажем, даже скалолазание – это великолепно. Причем среди наших мастеров спорта достаточно много людей со сколиозами и с нарушением осанки. Именно почему? Потому что туда их мамы привели для того, чтобы вылечить это заболевание. И дети остались там на всю жизнь в этих видах спорта и достигли очень больших результатов. А разные виды борьбы? Айкидо, карате сейчас модно? Айкидо, карате, скажем так, если сколиоз начальный, то это ничего. Там тоже растяжки помогут? Да, да, да. Это ничего страшного. Это уже на последних каких-то степенях, тогда, когда уже появляются болевые симптомы, синдромы, так. Поэтому там нежелательно эти занятия. Подкачивать мышцы можно начинать сидя. То есть те же гантельки берете и начинаете работать сидя, не стоя. Вот мы же знаем Дикуля, который после травм позвоночника вернулся практически на большую арену и выдерживает такие тяжести. И сейчас помогает людям после травм. То есть если правильно. Если правильно, подобрана нагрузка. Если это идет, опять-таки, систематически, так сказать, все это дозировано, то можно накачать свои мышцы, свой мышечный корсет так, что позвоночный столб будет вам хорошей опорой. Марина Анатольевна, а почему плавание так помогает? Мы же не накачиваем мышцы. Это зря так думается. Плавание достаточно хорошо. Почему? Мало того, что поверхность воды, и когда человек ложится на поверхность воды, он практически, все мышцы у него в расслабленном состоянии, то есть человек приходит в ту среду, из какой вышел. Так вот. И при работе руками и ногами, то действительно начинают все мышцы приходить в соответствие тому, что нужно человеку. Некоторые предлагают носить корсет, очень много сейчас ортопедических салонов и так далее. Все очень индивидуально. Все очень индивидуально. То есть, если и носить корсет, то на короткий период. Нельзя носить и одевать корсет на весь день. Это можно носить на час, два, достаточно. А так работайте над своим организмом, работайте над своими мышцами. Да, какая коварная болезнь, сколиоз. Ведь он не излечивается. Ну, практически, да. Принимаешь там, выпрямляешься, начинает спина болеть. В общем, с детства, да, ребенку, наверное, нужно напоминать о том, что спорт, занятия собой. Физкультура, скажем так. Да, физкультура, да. Двигательная активность должна быть увеличена. Очень много детей сидят, очень много детей проводят за компьютером, за столом. Поэтому, как только имеется минутка свободная, собирайтесь на улицу, на воздух, на площадку, в бассейн, в лес, вперед. Но многие женщины жалуются на боли в спине и действительно исключиваются, не знаю. Но вот после рождения ребенка, когда носят вот тяжести, это что, сколиоз развивается? Нет, это не сколиоз. Это не сколиоз развивается. Это просто от изменения положения тела после рождения ребенка. Действительно, так как таз ушел немножко назад, и центр тяжести опять у женщины изменился, а так как все женщины любят носить каблуки, тем более молодые, то вот тут начинается болезнь, болезненность в области мышц спины. То есть как бы опять переделывает себя человек. А ну скажите, сколиоз можно массажем вылечить? Ну не вылечить, а это уже облегчить. Значит, конечно, конечно, массаж можно применять и нужно применять в спокойном состоянии, когда нет болевого синдрома, два раза в год очень хорошо провести курс массажа. Десять-двенадцать раз. Вот то, что восемь назначают, это маловато. Ну вот лучше двенадцать. Двенадцать, даже пятнадцать. Хороший массаж, классический, и он прекрасно мышцы как бы приводит в норму. После этого я всегда говорю так, если вы сходили в бассейн, потом сделали массаж, потом хорошо растерлись махровым полотенчиком, сделали хорошее упражнение, вот, и можете в теплой одежде пойти погулять. Все прекрасно. Спасибо, Мария Анатольевна, за содержательную беседу. Надеюсь, встретиться с вами снова в маминой школе. Спасибо, Наташа. Приглашайте. Ну что ж, предупрежден, значит вооружен. Надеюсь, вам помогут советы врача. А я очень жду ваши вопросы, которые вы хотели бы обсудить в наших следующих программах. Ведь именно от них и зависят темы, которые мы возьмем для следующих передач. Пишите, пожалуйста, пишите на электронный адрес или по почте. А я прощаюсь с вами. До новых встреч в маминой школе.